Теперь давайте разберем несколько задачек, важных для понимания темы. С какими способами можно включить свет с помощью светильников вот этих? Ну давайте их мы пронумеруем, пусть это первый светильник, это второй, это третий, этот четвертый. Первый мы можем либо включить, либо его не включать. То есть у нас для него два варианта, в каком состоянии он может быть. Второй мы можем включить или не включать, тот же два. Для третьего у нас также два способа и для четвертого два способа. Давайте поймем, почему мы здесь пользуемся правилом произведения. Первый, допустим, мы включили, тогда мы выбираем позицию второго ему в пару. То есть мы выбираем включить второй или нет. Потом мы также им в пару выбираем еще и третий, включать или нет. И четвертый выбираем, включать или нет. Значит, по правилу произведения мы это все перемножаем. Еще раз, почему? Ну, то есть мы первому выбираем позицию, и второму выбираем позицию, и третьему выбираем позицию, и четвертому выбираем позицию. То есть мы получаем ответ 2 в степени количества светильников, но с их 4. То есть 2 в 4, что то же самое 16. И еще одна задачка. Сколькими способами можно добраться из пункта А в пункт Д? Здесь мы должны будем воспользоваться и правилом суммы, и правилом произведения. То есть из А мы можем поехать или в Б, или в С. Ну, а дальше, в какой бы мы из этих пунктов не поехали, мы все равно приедем в Д. То есть у нас получается 2 случая, которые мы должны сложить. Из пункта А в пункт Б в пункт Д, плюс из пункта А в пункт С в пункт Д. Ну, давайте сперва найдем, сколько у нас способов вот для этого случая. Из пункта А в пункт Б мы можем доехать по 1 из 3, из пункта Б в пункт Д и по 1 из 3 друг. То есть мы в первом случае убираем 1 из 3 друг, и в пару убираем 1 из 3 друг также. То есть по правилам произведения у нас 3 умножить на 3 равно 9. 9 способов добраться из пункта А в пункт Д через Б. Давайте теперь посмотрим, сколько у нас способов здесь. Из пункта А в пункт С мы можем доехать по 1 из 4 друг, из пункта С в пункт Д по 1 из 2. По правилу произведения у нас 4 умножить на 2 равно 8. А теперь по правилу суммы мы складываем эти два разных случая. Мы едем или в Б, или в С изначально, значит они у нас по правилу суммы должны складываться. 9 плюс 8 равно 17 способов.